всем доброго дня это вторая часть второго интервью с владом ссылка на его канал внизу в описании к видео также все пароли и явки поэтому по окончании просмотра не забываем ставить лайки писать комментарии подписываться в telegram финансово поощрять модератора и монтажера этого канала и счастливо хорошего просмотра слушай ну то есть если мы все-таки будем говорить современных реалиях получается что для того чтобы быстрее получить какой-то результат реально боевой какой-то результат на сегодняшний день все-таки наверное легче молодому человеку пойти там на бокс на самбу там и так далее то есть для конкретной прикладной работы получается гораздо выгоднее заняться спортом правильное понимание из того кто какие цели преследует изначально и всегда это было даже и раньше да ты знаешь то есть даже если копнуть там тоже каратэ до изначальная дата в тоже тэквондо изначально бить и там айкидо или что-то да уже не говоря там о школах каких-то там в ушу кунг-фу там ну неважно как называть это изначально это путь изначально это вот это да а потом уже это драка боевое или что-то так куда и и может быть сейчас с развитием каким-то я не знаю но мир меняется все меняется потерялась какая-то ценность вот это да и когда меня тоже так очень часто я сталкивался и с таким что когда люди приходили и говорили мне не надо вот этого ничего я хочу просто научиться драться научите меня просто драться это одно все зависит зачем ты пришел ты пришел развиваться по какому-то пути ну выбрав какой-то для себя путь до развиваться как личность как человек развиваться там по пути ушу он фу этого идешь развиваться по пути каратэ до там где присутствует традиция развития ну что-то до несущие что-то как да да именно как до а если ты пришел научиться драться или преследуешь цели быстро овладеть какой-то техникой да ну может быть есть школы которые сейчас все разделено да сейчас даже в каких-то но серьезных традиционных школах уже пришли к тому что стали разделять до пришел за оздоровление пожалуйста тебе будут давать только это пришел за боевым пожалуйста только драться хочешь научить пожалуйста будем учить тебя только драться а пришел идти по какому-то пути развития давай будем идти по пути развития так думаю что все зависит от выбора если это висит от инструкторов атмосферов но кто готов. Готов такому учить, буду тебя такому учить. Слушай, ну тогда вот если мы сейчас говорим о до, о японской традиции, например, да, в которой в принципе чуть ли не любое направление действий, чуть ли не любая практика становится путем, да, так условно. Ну вот как Миямут Мусаси, например, в книге «Пяти колец», да, он писал, что вот есть путь плотника, путь воина, путь земледельца, там, ну и так далее, да, он перечисляет там несколько путей и пишет о том, что самурай должен владеть всеми этими путями, там, например, да, вот он дальше пишет. Вот. «Колец силы». Да, да, да. «Осходы, чтобы быть реальными». Да, да, да. И вот с этой точки зрения, смотри, вот допустим мы берем, ну я не знаю кого, доктора, вот путь доктора, например, да, вот все-таки согласись, идея, идея существования вообще доктора в том, чтобы помогать людям, как-то их пытаться лечить, как-то здоровье поправлять и так далее, да, и раз мы так направляем этого человека в сторону как раз исключительно пути. Вот давай ты будешь самосовершенствоваться, и годам, там, не знаю, к 50-ти, к 60-ти, к 70-ти, может быть, ты поставишь первый горчешник. То есть, понимаешь, да, вот как с этой точки зрения, с точки зрения вот этой вот метафоры, например, как вот мы можем посмотреть на боевые все-таки практики? Значит, все равно я считаю, что вот есть база, да, определенная, ну, у каждой школы, у каждого стиля, каждого направления, как бы им брать, да, есть база, определенная база, так же, как и институт, ну, в свое время было, да, там, школа, институт, это же только база. Ты закончил заведение, получил базовые какие-то знания для того, чтобы идти и дальше развиваться, да, и здесь, как, ну, я не знаю, как сейчас, но нам в свое время тоже так объяснили. Вот получил черный пояс, да, ты пришел, это только база, это ты еще вообще ничего из себя не значишь. Это у нас было, ой, черный пояс, он крутой, да, на самом деле ты освоил базу, а вот дальше, как ты будешь идти и развиваться дальше, вот это вот уже дальше. И поэтому, ну, я считаю, что, ну, в любой школе или в любом направлении где-то должно быть, ну, не должно быть, а присутствовать, если вот это что, да, база, ты прошел базовый курс, а дальше, как ты будешь развиваться, идти дальше, это уже твой выбор и твое видение. Поэтому, ну, даже к отексте врачей, да, ты пришел, институт закончил, выбрал направление, окончил, получил диплом, посмотрел, ты получил базовые знания, а дальше ординатура, а дальше скорая помощь, практика, либо куда-то, где ты начинаешь искать себя и находишь, а, я буду вот таким врачом, я понял, это для меня близко, удобно, хорошо, это мне нужно. Хорошо, слушай, ну, тогда с точки зрения давай посмотрим на единоборства, которые, ну, как считается, гораздо быстрее дают какие-то, ну, условно-прикладные навыки. То есть, получается, что если мы сравним человека, который занимается боевыми искусствами с доктором, который прошел ординатуру, скорую помощь, там еще что-то, начал сам операцию, например, делать, я не знаю, что-то еще, вот, тогда единоборец у нас кто? Это фельдшер, что ли, просто какой-то, которого быстро обучили и выпустили. А тоже человек, имеющий базовые, базовые знания. Вот ты получился, ну, у каждой, у каждой школы или там у каждого направления есть какой-то там уровень, да, или там у кого-то уровни, там, вот венчуни, у них же уровни, да, где-то там система градации поясов, там черный пояс считается базой, какой-то уровень инструктора какого-то считается, что ты обладел базовыми знаниями, а дальше ты уже идешь, получил диплом базы, а дальше иди развивайся. Ну, то есть, да, уже как что-то, это не значит, что ты, нас когда говорили там, черный пояс, это вообще ничего не значит, это не значит, что ты овладел стилем и что ты, блин, крутой стили вид, это вообще ничего не значит, а значит, что ты построил базу, ты знаешь, как правильно бить ногами и руками, вот и все. Знаешь правильно базу, как правильно бьет руки, ноги, как правильно защищаться, блокироваться и все, вот, вот и все, а как ты будешь развиваться в этом? Так, это понятно, но все-таки, вот опять, мы сейчас ушли опять к докторам, к тем, кто занимается боевыми искусствами, а все-таки вот давай к фельдшерам или, я не знаю, как к деревенским лекарям, к бабкам, которые там шепчут, я не знаю, и так далее. Вот единоборцы, например, они же быстрее, как бы вот считаются, все считают, почему-то, что единоборством гораздо быстрее научишься. Вот именно вот с этой точки зрения, у них же нет пути, они просто пришли, побили по груши, там за месяц поставили один удар, как они считают, и теперь они уже офигеть мастера, и что им дальше делать годами, это совершенно непонятно. Вот, и вот с этой точки зрения, вот как ты? А для чего, да, одно дело, ну, если там для улицы, я не знаю, да, и то, ну, поставил один накалутирующий удар, короче, тот же спорт, тот же ММА занятие, то, что сейчас популярно, то же все, оно все равно требует развития, то есть все меняется, да, все интегрируется, все равно, а смысл того, ну, пришел, побил грушу, ну, пусть даже какие-то фитнес-занятия тебе показали, как правильно бить в эту грушу, тебе там что-то, ты вот побил грушу, бьешь грушу там, это что-то, как тебе кажется, ты крутой, и уже ты там что-то умеешь, груша летает во все стороны, я вау, все, как у меня был товарищ, который качался в зале, вот такие банки имел, бил грушу, которая аж улетала, бил стену, которая аж осыпалась, понимаешь, и говорил, пипец, если я ударю, я убью, я говорил, да, но есть очень главный момент, он мне все время говорил, какой, я говорю, надо попасть, вот и все, надо еще попасть, ну вот, да, вот философский, вот, ну, если так говорить, вот это вот такое, да, можно все что угодно, на кого ты нарвешься, и как сложится, да, попадешься на человека, чуть занимаешься подготовленного, имеющегося базу, ну и что, твой один удар, ты попади еще в него. То есть, переходя вот к этой аналогии, например, с фельдшерами и докторами, мы можем сказать, что, условно говоря, например, хороший хирург получается, когда он все-таки довольно долго занимается вот всеми этими медицинскими вещами, как хороший воин получается, когда он довольно долго занимается боевыми искусствами, да, а фельдшер получается довольно быстро, но он не способен делать серьезные операции, он может там вот как раз горчичник поставить, по сути, да, вот, в этом как бы, да, смысл вот этого, вот о чем мы говорим. У нас есть медицинские училища, которые учат фельдшеров и медицинских сестер, которые дальше того, чтобы поставить укол, капельницу или сделать что-то такое, ну, фельдшер чуть побольше, чем медицинская сестра, да, что минимально, но если что-то серьезное, тебя все равно везут в клинику, где доктор делает что-то более такое, да, и на того, и на того, и на того, это неплохо, и то, и то, и то хорошо, но чтобы действительно к чему-то прийти, нужно, ну, не то, что долгое время, сейчас уже все достаточно быстро постигается, не долгое время, все, как мы и говорили, зависит лично от каждого, а что нужно, серьезно этим заниматься, иметь какой-то напокод, если ты решил это делать, ну, достаточно серьезно, да, а не так, чтобы на уровне помахать кулаками побить грушу, это одно, для здоровья это тоже очень полезно и очень классно, не спорим, бей грушу каждый день, утром будешь здоровье феноменальное, и выносливость будет хорошая, и все, все зависит от того, какие цели ты пришли, ты знаешь, постичь искусство, научиться просто драться, оздоровиться этим, да, потому что мне когда говорят, я говорю, мастерство во всем есть, играть на скрипке, тоже мастерство, бегать мастерство, и человек, играющий на скрипке, это тоже кунг-фу, тоже кунг-фу, если человек это делает со старанием, если он этим профессионально, он не тоже занимается, а профессионально подходит к этому, мы не можем все бросить, я рад бы был всю жизнь, все бросить и только тренироваться, больше ничего не делать, и каждый бы из нас, но мы не имеем возможности, нам нужно получать специальность, работать, кормить себя, семью, или что-то еще, поэтому говорить, что я профессионал, в этом нет, но я занимался, стараюсь заниматься этим профессиональным, это одно, а есть любители, которые приходят на тренировки, игрушу побить, поучиться чему-то и уйти, понимаешь, заряд получил свой и пошел, он и не дома, нигде ничего не уйдет, он не будет обдумывать, он не будет искать в этой технике что-то, может быть, как лучше для себя сделать, как что-то, потому что, ты знаешь, я знаю, мы все знаем, одна техника для каждого работает по-разному, у всех рычаги разные, структура разная, технический момент, кто-то шустрый, быстрый, кто-то бяло-текущий, и поэтому каждый должен все равно встраивать, работать, а как вот это, шаблона показал, все блоки, все, хотя, хотя, но не будет так, это работать, хотя не будет, если ты не будешь ее в свою структуру встраивать, вот и все, а некоторые приходят и на уровне хача, а потом оказался на улице, хача, и получил по морде, понимаешь, оказался где-то еще хача, упал на ринге, понимаешь, вот и все. Ясно. Слушай, но вот возвращаясь тогда к теме пути, если ты считаешь, что вот путь, это как раз и есть то, что в итоге выковывает вот бойца... Синально, мы говорим о профессиональности, если мы говорим о серьезности, о профессиональности. Да, 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 именно это отличает в первую очередь единоборцы спортсмена, например, от воина, от бойца. Вот тогда, если можно, вот кратенько, буквально, вот как ты считаешь, что это за путь, вот что это такое вообще, вот этот путь? Ну, в современности сейчас говорить, это, наверное, все-таки какая-то система, да, система твоего роста, ну, твоего роста, твоего движения, это система. Потом, это не заключается в узкой направленности, это кругозор широкого развития, ну, то есть, ну, почему, как я говорю, когда вот если изучаешь, систематизируем, да, это, мы когда изучали, понятно, что я не медик, не врач, не собирался им быть, у меня образования нет, я не буду этим, но мы знали основы медицины, основы построения костного, мышечного ткани, да, вот, ну, всего вот этого, ты должен знать, ну, как бы считалось, да, какие-то такие моменты, то есть, это же кругозор, элементарный массаж, точки, там, что-то где-то, понятно, то, что лечит, то и калечит, да, все зависит от того, как ты приложился, либо ты промассировал, либо ты ударил, ну, то есть, это же кругозор развития, да, миропонимания, что-то мне говорили, а зачем вот это, вот это, но ты можешь не брать это, да, в себя, там, я христианин, зачем мне нужно вот это, да, там, ваши усины, все там понятно, ну, я тоже христианин, но я брал это не для этого, а ты смотришь, как это строится, да, и в каких-то моментах ищешь что-то для себя, и очень много полезного и нужно, да, это система того же оздоровления, это система питания, это, ну, много всего, что складывается в твое движение, да, я не пришел только из утра до вечера, я как, изучаю только боевые искусства, то есть вот путь, да, то есть, ну, и широкий кругозор развития, и широкое понимание, более шире это понимание этого, вот, ну, то, что, ну, если вот как понимание пути, то, что адаптировано сейчас, да, ты развиваешься интегрально, как человек, да, а не только как боец, скажем, с тобой интересно будет поговорить, ты читаешь книжки, ты смотришь, может быть, какие-то фильмы, нас в свое время очень жестко гоняли, да, за это, когда приходил мастер, заставлял какие-то, посмотри-ка вот это кино, а потом садились и беседовали, да, а что ты взял, что ты вынес, а что ты это, да, вот, а что ты как ты, чего, да, ну, то есть, вот оно тоже имеет место быть. слушай, слушай, извини, что прерываю, а представим себе такую тогда картинку, берем какой-нибудь самоделки, ну, там, самосборщика, который кроме боксерской груши вообще ничего не знает, и вот он решил тоже, что у него есть такой волшебный путь, он тоже там за книжки сел, за просмотры фильмов, я не знаю, немножко почитал что-то там из Канта и Ницше, вот, и после этого, вот, вот реальный путь для него, чем же тогда отличается боец, который занимается боевыми искусствами, от такого вот самосборщика? Система есть, тут есть четкая система, которая ты можешь, ну, как бы система развития, да, ну, соответствующая определенным канонам, принципам, либо каким-то там правилам, а там у него, ну, если он сам для себя будет какие-то правила создавать, и это будет работать на количестве других, чем те системы хороши, то это проверено не одним поколением учеников, там, Илья, да, мастера же, но учил, что-то вносил и видел, что работает, ученик развивается и дальше, и дальше, и дальше. А здесь, ну, можно сейчас, новоделов, ты знаешь, полно, там, потом выкручу запись, не под запись поговорим, да, про какие-то новоделов, которые я вот сейчас смотрю и понимаю, что это вот оно и есть, но просто публично обвинять там людей или говорить что-то, ну, развивается у них как-то, идет, ради бога, таких сейчас, блин, 90 процентов, право делов, понимаешь, которые выдают это за все, что угодно, а сам, там, там, чуть-чуть в какую-то систему, это выстроил во что-то, да, но... А в чем тогда смысл этой системы? То есть, мы постепенно, понимаешь, я пытаюсь нашу беседу постепенно привести в русло, когда мы можем выкристаллизовать, что такое путь, вот, о котором мы говорим, да, вот, и, то есть, вот, на этот момент нашей беседы получается, что путь это некая вот система, некая последовательность, которая оправдала себя, зарекомендовала себя во времени, вот, так получается или нет? Плюс система, ну, почему, где ты можешь четко понять, отследить, как бы, понимая свое развитие, да, ну, то есть, даже в техническом арсенале, да, освоив, не освоив чего-то, ты же не можешь перейти к каким-то более серьезным техникам, да, также, ну, буквально, наверное, там, ну, оно и во всем работает, и в понимании каких-то моментов, да, для того, чтобы, там, понимать какие-то большие, там, нюансы, мы должны от маленьких приходить, да, разбирая какие-то маленькие моменты, в том же чань буддизме, где-то это же везде у них присутствует, да, вот эта вот система, скажем так, ну, будем так назвать, духовного какого-то развития, да, там понимания, это как эта духовность накладывается на боевое или на что-то, это уже там вторая сторона момента, для дисциплины, для чего-то там еще, да, это уже, ну, тоже для внутренней дисциплинарии или чего-то, это тоже там, ну, как бы, другая сторона, да, ну, то есть, я и тогда говорил, да, и насколько понимаю, здесь должна быть везде какая-то, ну, ты знаешь, называть, ну, система так принята, что-то называть, не знаю, система ли, какая-то четкое понимание развития, да, ты не должен прийти, а я что-то должен четко понимать, как ты будешь развиваться и что, да, там, схема, усин, четко все понятно, один элемент переходит туда-сюда, на это все накладывается, осваивая это, ты приходишь, вот к этому достигаешь, вот этого продвигаешься туда, философия, философия, понятно, там, в технике, понятно, технический арсенал накладывается где-то, понятно, там, в медицине, понятно, да, почему у китайцев упрощен, да, все завязали на усин, там, и на идзине, да, на этом, но все понятно, выстраивается схема, да, и ты все четко видишь, как работает, да, как перемещается, как, что нужно освоить, как, что уничтожает, что подпитывает, что и как, да, вот это вот все, как техника, а, техника, как накладывается, так-то, как развивается там физическое оздоровление, а, да, так, система питания тоже накладывается, как, почему, вот так-то, да, 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 ну, то есть, да, вот оно системизировано, и ты понятно, тебе понятно все четко, регламентированное, как бы говорит, ну, там сказать, да, четко понятно, что ты делаешь, для чего ты делаешь, зачем. Хорошо. Даже по техническому арсеналу. А я не пришел, бью грушу, потом не спрашивает, дум-дум-дум-дум, бьет, бьет, а зачем? Или, тын-тын-тын-тын, а зачем? А зачем? То есть, вот у тебя вопрос, а зачем, не должно возникать. И все должен четко понимать, для чего, зачем, почему ты это делаешь, и зачем тебе это нужно, если нужно. Слушай, ну, смотри, любой самоделкин тоже понимает, зачем он это делает. Он бьет там мешок, и он прекрасно понимает, почему он именно так бьет. Это ему совершенно понятно. Вот, мало того, представь себе самоделкина, еще совсем не отбитого, и не отмороженного, который каким-то образом прошел как-то через вот это вот все, и остался живым. Вот, и у него с мозгами еще все в порядке, и так далее. И вот он берет себе, и прямо на листочке, значит, рисует, ну, я не знаю, что, рисует прямо себе такой план. Он говорит, да, он говорит, что вот через, там, через год, я офигенно владею там, анатомии. Зачем? Ну, я примерно себе представил, для того, чтобы лучше там в нокаут, например, отправлять человека, да, дальше. Значит, я ознакомлюсь с какими-то философскими трудами, я не знаю, для чего, ну, для того, чтобы хотя бы представлять себе, каким образом я мысляю, или каким образом мыслят там люди, например, окружающие, да, допустим, он это тоже, и так далее, и так далее. Он достаточно последовательный, будем считать, что идеально и последовательно нарисовал себе этот путь. Сделал систему, организовал что-то, вот, мы, видишь, постепенно пришли к этому, откуда и пошло очень много сектанства, и что-то более такого, да, сколько вот это же возникло, и кто-то же, ну, это же было, и имеет место быть. Да, да, да. И от этого никуда не деться. И вот насколько ты, придя туда, насколько ты можешь понять, и вот вторая сторона, да, это имеет место быть сейчас тоже полно такого, да, и в плане не только боевых искусств, а развития личности там, бизнеса и как угодно, да, вот, и ты приходишь, и задача уже сейчас, когда это имеет такое распространение, задача в другом, насколько ты можешь прийти, да, и понять это, насколько вот это действительно, настоящий, насколько вот это рабочий, насколько будет это, да, этого, ну, как обидно или не обидно показывает практика, этого не избежать. Ты можешь попасться, ну, любой может попасться на это, прийти, заниматься, верить, и тебе будут такие догмы втюхивать, что никого не слушай, истина, твой учитель прав, и все остальные дураки, и все идут тупо, и все что угодно, и видосов по этому поводу на ютюбе, где угодно полно. А как вот, вот есть вопрос, как избежать этого, вот, это вот вопрос сложный, и это мы с тобой понимаем. Диана. Влад, сейчас, извини, что я перебиваю снова, вот сразу как раз хочу включить, тогда вот параллельность вот этого вот события, еще раз, вот мы, по сути, сейчас говорим и о бойцах, и о единоборцах, спортсменах. Ведь, по сути, если подумать, постбоксерские направления, боксерские и постбоксерские, соответственно, направления какие-то, это, по сути, та же религия. Это, по сути, та же секта, в которой люди просто верят, и благодаря этой вере следуют определенным путем, который надиктован лидером, там, вот этого клуба, лидером этой секции, и так далее. Ну, по сути, ведь это так, да. Вот, нельзя сказать, что это религия в буквальном смысле, но что-то такое вот, да, есть. Говорит, концепт он такой. Да, и в этом смысле, получается, что, куда бы ты ни пошел, в общем-то, ты попадаешь как раз, вот именно в этот эгрегор какой-то, такой вот философско-религиозный. Даже если философия не очень глубокая, и религия не включает в себя поклонение лидеру клуба, все равно мы это видим. Да, вот. И вот скажи тогда, вот в этом смысле. Тебя, да, вот вопрос в том, что если ты нашел что-то для себя, это тебе близко, это тебе нужно, это твое, да, и ты в этом можешь развиваться, развиваешь или что-то делаешь, то можешь чего-то там достичь, все, то, ну, это тоже путь. Почему мы и говорим, да, путь не обязательно боевых искусств, и на скрипке играть путь, и дворник, хороший, нормальный путь. то есть в итоге мы приходим к ситуации, что если человек идет, например, в кикбоксинг заниматься, по сути, он тоже осуществляет то же самое движение, тот же самый путь, правильно я понял тебя, или нет, или есть все-таки разница? Серьезно к этому подход, ну, его, его подход, да, если он серьезно, профессионально, и занимается этим не на уровне, ну, как мы с тобой говорили, да, то есть все зависит от тебя лично, как ты, да, что ты для себя сделал, если ты нашел в этом, и в разных секциях всегда были разные, ты же всегда помнил, приходишь всегда, есть разные, есть такие, есть никакие, а есть серьезные, нормальные, и при разных условиях развивались разные спортсмены, и люди, и мастера, все больше качества от человека. Хорошо, давай тогда деперсонизируем меня, и я, Иванов Иван Иванович, мне там 17 лет, и я пошел заниматься, ну, вот тем же самым кикбоксингом, или кудой, или там, я не знаю, ну, в какой-то спорт я пошел, например, условно контакты, вот, и я тоже считаю, что лидер моего курса, клуба достаточно серьезный человек, что здесь серьезные бойцы, по крайней мере, на чемпионатах, на каких-то, я не знаю, каких, на российских чемпионатах, там, какие-то места вроде бы брали, люди как-то продвигаются, получают какие-то почетные грамоты, и так далее, я понимаю, что это и есть моя философия, моя задача выступить на паре, тройке чемпионатов, получить пару-тройку побед, получить несколько почетных грамот каких-то, получить очередной дан, если там раздают данные какие-то, вот, моя философия, зачем мне усложнять это, это вот является путем или нет, как с твоей точки зрения? Я считаю, что, да, если человек нашел бы этот себя, как тебе сказать, проявился, да, себя, проявил себя как-то, как это слово-то было такое хорошее, да, как личность в этом проявился, да, то есть, ну, для конкретно Ивана Ивановича это будет его путь, если он потом, может быть, в дальнейшем перейдет куда-то, но контекст вот этого для него, это будет его путь. И смотри, тогда получается, что вот этот Иван Иванович, 17-летний, имеет голосальное преимущество перед нами с тобой, потому что ты говоришь, что путь боевых искусств, это длительный процесс, а Иванов Иван Иванович уже понял, что в 17 лет вот он пошел заниматься там кикбоксингом, к 21-му он уже получит все необходимые регалии и сам уйдет на тренерскую работу, на какую-то, и, в общем, все, жизнь удалась, как говорится. Спортивный путь, вопрос в том, что путь ли это боевых искусств, да, то есть, это путь спортивный, может быть, да, но спортсмены тоже так, они вот работают в спортивной организации, и вижу, как, и все, да, и как люди продолжают дальше все, да, ну, это путь, но, понимаешь, я даже в какой-то момент стал различать, например, понятие воинский и боевой, да, то есть, в чем разница? Воинский путь, боевой путь, ну, потому что боевые искусства, они есть как боевые искусства, тот же кикбоксинг, даже раздел бокса, если прикладной раздел бокса, не спортивный, да, это тоже можно отнести к боевым искусствам, а воинский, если как искусство, это другое, да, это понятие, ну, немножко другие, скажем так, то есть, уже более расширены, более немножко идущие, ну, другое понятие, именно война, понятие войны, да, готового умереть, там, готового что-то еще, что-то, ну, это философия, сейчас, если пойдем, еще на три часа, сейчас не об этом речь, да, я различаю для себя понятие воинский, боевой, спортивный, там, воинские искусства, боевые искусства, там, спортивные, единобороны. Слушай, 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 Влад, на самом деле, это вот очень интересная тема, давай вот ее разоврем, если ты не против. У меня сейчас, во-первых, батарейка сядет, да, а во-вторых, уже, ну, время у меня позакончилось, давай следующий этап у нас, мы как раз, вот, ну, поставим галочку, что мы поговорим о различии, ну, как я это вижу, как вижу это я, и, может быть, уже на фоне нашей этой беседы кто-то подключится, там, какие-то мнения будут, что-то, да, как я это вижу, понимаю, и, ну, как кто-то еще видит это, понимает по-своему, пусть люди высказываются, говорят, да, почему, как я вижу и понимаю различия воинских, боевых, спортивных, именно единоборств. Причем, мое понимание, ну, не то, что различия, а, ну, почему разделяем. Причем. За это время, может быть, кто-то, вот сейчас мы дадим такую информацию, может, кто-то пойдет, подключится, свои высказывания на этот счет выскажет, пусть люди говорят, мы же для этого делаем, чтобы не обсирать там друг друга, да, а чтобы общаться, я высказал свое мнение, ты скажешь по-своему, кто-то выскажет свое мнение, мы послушаем, как люди думают, у всех разный жизненный опыт, разные понимания, и это только будет плюс для тех, кто смотрит или смотрит, для них будет плюс сколько различных мнений, блин, выбирай, не хочу, или на основе такого сразу получить такой опыт, а не башкой биться каждый раз, самому идя к чему-то, да, и сейчас имеем такую возможность. да, 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 я вас наслушаю. Следующий, следующий, как бы, беседу, вот посвятим вот этому, я как раз подумаю, как еще, что можно там, ну, какие-то примеры, какие-то моменты привести, и следующий раз, когда свяжемся, как раз об этом и поговорим. Окей, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok